Не правда ли Иисус удивительный? Аминь. Любите Его? Присядьте и скажите соседу, «Я люблю Иисуса». «Да будет Его Святое Имя прославляться вечно». Прославляйте Его Святое Имя вечно. Спасибо, Иисус. Спасибо тебе, прославленный Отец, за привилегию прославлять и молиться тебе. Спасибо за привилегию изучать Слово Божье вместе. Спасибо за привилегию ходить во свете Слова. Спасибо за то, что ты приготовил для нас. Мы отдаем тебе всю славу и честь во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. Откройте свои Библии на пятой главе послания к Ефесянам. Мы говорили с вами о Духе Святом. Сначала мы говорили о пяти вещах, которые вам нужно знать о Духе Святом. А потом о пяти вещах, которые нужно знать человеку, который получил Духа Святого. И сейчас поговорим о том, как быть наполненным Духом Святым. В Деяниях второй главе четвертом стихе написано «И исполнились все Духа Святого». И начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. А в четвертой главе Деяний мы видим, как первая церковь молилась утром, как Петр и Иоанн после исцеления Хромовым были арестованы и приведены перед начальниками народа и старейшинами и получили приказание от них больше не проповедовать об имени Иисуса. В стихе 23 сообщается, как они пришли к своим и пересказали, что говорили. «Что они же, выслушав единодушно, возвысили голос к Богу». А в конце главы говорится «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны». Это значит, весь дом поколебался. И обратите внимание, они все были исполнены Духом Святым. В Деяниях 2 главе 4 стихе говорится о том, что Петр и Иоанн были исполнены Духом Святого, крещены Духом Святым, и они проповедовали в этот день. И важно понять, что все исполнились Духом Святого. И есть крещение и исполнение Духом Святым. Креститься можно один раз, а исполняться много раз. И вот Павел пишет в послании к церкви в Ефесе 5.18. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». Греческие философы учат нас, я не греческий философ, но они говорят нам, что слово «исполнитесь» обозначает постоянное непрерывное наполнение, и правильнее будет перевести «Будьте постоянно наполняемы». Это просто значит поддерживать процесс наполнения. Еще вам нужно понять, что лучше не упиваться вином, потому что от него бывает распутство, но исполняться Духом. Знаете, как себя ведут пьяные? Аминь. Праздник Богу. Аллилуйя. Аминь. Иногда исполняемые Духом люди ведут себя подобным образом. Скажите на это «Аминь». Возможно, с вами этого еще не случалось, но я несколько раз пережил это состояние опьянения в Духе Святом, и я шатался как пьяный. И это хорошее ощущение, «Аминь». И если вы обратили внимание, я не общаюсь с пьяницами и не пью сам. Но иногда случается... Однажды у нас такая была встреча, и один человек привел с собой своего начальника, который был пьян. Он не мог оставить его одного. Наша встреча была запланирована, поэтому он извинился за то, что привел его. И нужно было слышать его комментарии на протяжении всего ужина. На столе были помидоры. А он сказал, «Подайте мне вон те персики». Он назвал их персиками. И он смеялся, и мы смеялись. Иногда неплохо посмеяться. Но есть еще смех в Духе Святом. И Бог хочет, чтобы мы научились это понимать. Илья был пророк Божий. Он молился, и огонь сошел на землю. А потом он молился, и дождь пришел. Он сказал, «Я слышу шум дождя». И рука Господня была на нем, и он бежал до Изриэля. И колесница унесла его на небо. И вы знаете, у царя были самые лучшие быстрые кони на этой земле. Но Библия говорит, что он бежал быстрее колесницы царя. Он бежал быстрее колесницы царя. И причиной этого была рука Божья, которая была на нем. И рука Божья была на нем. И это Дух Божий, Дух Святой. Я тоже иногда бегаю. И мы ходили с ним в походы с рюкзаком. Он учил детей в воскресной школе. И всегда возвращался к урокам по воскресеньям. Но он приходил в нашу церковь по вечерам воскресенья. И он говорил мне, я приду в вашу церковь. Там лучшее пение в городе. Мы поем в Духе Святом, слава Богу. И с Духом Святым. И он говорил, что ему нравится пение. И еще свидетельство. И это было в 1939 году. И он говорил, что ему даже нравится истолкование языков. У нас было много проявлений этого дара. И нам этот дар очень нужен. Потому что мы живем в Божьей воле. В Ветхом Завете у них было много пророчеств. А в Новом изобилие иных языков. Потому что это признак Пятидесятницы. И он сказал мне, мне нравится говорение на языках и истолкование. Но есть то, что вы делаете, и я не понимаю этого. Только одно. Представьте себе, он не понимал только одного. И я спросил, что же это? Я не понимаю этих танцев. И я ответил, ну это просто. Ты ведь преподаешь Библию. Ты ее хорошо знаешь. Ты помнишь Давида в Ветхом Завете, который танцевал перед Господом изо всей силы? И он ответил, верно. Главное! 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 Аллилуйя! Аминь! Поздравляй Богу! Аллилуйя! Аллилуйя! Аминь! Я говорю, аминь! Я не знаю, как вы, я знаю, зачем я пришел сюда сегодня. Он не взял много для меня, чтобы иметь Брюш-Арбор. Ну, вы говорите, что это Брюш-Арбор. Ну, это прыгать, танцать, прыгать и делать все. Аминь! Аминь! Аллилуйя! Главное Богу! Вы можете просто подпишись и楽ieсь. Вы здесь, они думают, что вы один из нас. Вы楽ieсь благословения Божьими. Наслаждайтесь благословениями Божьими. Будьте благословенны! Будьте благословенны! Но люди падают. Аминь! Писание полное описания этого явления. Аминь! Аллилуйя! Я ответил, аллилуйя! Это происходит потому, что естественное человеческое вступает в контакт с Божественным. И что-то оказывается сильнее. И это сверхъестественное. Библия говорит, что у гроба Иисуса был камень. И пришла пара ангелов. И сдвинули его с места. И там на страже были римские воины. И они упали на землю. И кто-нибудь возразил, но ведь пришли несколько небесных существ. Но я вам говорю вам, с ними пришла третья личность Бога, Дух Святой. И это все-таки. Библия рассказывает нам, что Иисус был в Гефсиманском саду, и пришли солдаты с предателем Иудой. Они спросили об Иисусе, и Он сказал, это Я. И Библия говорит, все отступили назад и пали на землю. И кто-то возразит, это было в присутствии Иисуса. Но мы здесь, в присутствии Иисуса. Amen! 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 Hallelujah! Praise God forevermore! Hallelujah! 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 Shhh! 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 You are not drunk with wine where there is excess. Hallelujah! Who is it? Is it Kim that sings, this is that? Come on up here. What is this thing about? Ha-ha-ha! Yeah! Yeah! What? Does it? Does it? Yeah! Well, you do it. Go on, do it! Amen! Thank you! Hello, hello! Они шатались и спотыкались на улицах Иерусалима. Люди думали, они сошли с ума. Но им было весело. И Петр сказал, они не пьяны, как вы думаете. Но они исполнились Духа Святого. Потому что это то, что предрек пророк Иоим. Это то, что предрек век пророк Иоим. Это пришел День Пятидесятницы. И настоящее вино от Бога. Слушайте! 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 Повсюду могут пить его. Люди не будут понимать. Но ты пей драгоценное вино Духа Святого. И это то, что говорил пророк Иоанн. И это то, что пришло в день Пятидесятницы. И Бог изливает это сегодня. И это прекрасное новое вино Божье. Это новое вино такое замечательное, что миру не с чем его сравнить. Но, слава Божья, приходит к Тебе. Можешь делать все, что хочешь. Просто дай себе покойку Божьему. Не бойся. Я сказал, это, что, это, что, ты чувствуешь? Дух Святой заявляет о себе. Дождь идет сейчас. Я вам скажу, что делать сейчас. Не смотрите на нас. Делайте то, что сказал брат Хейген. Ходите в поток. Если Дух Святой не пройдет на твои ноги, я вам скажу, что не смотрит на нас. Танцуйте. Если Дух Божий приходит на ваши ноги, танцуйте. Халлелуя! Не обращайте внимания на меня. Вся слава Богу. В мирской жизни я никогда не был пьян. Но я пью новое Божье вино. И оно доступно и вам, и мне. Это радость Божьей победы. И я вам скажу, в этой радости покой. Вы можете пройти любые испытания. Потому что мы дети Божьи. Мы можем получить самое лучшее. Я говорю вам, Дух Божий движется. Если тебе что-то нужно, в чем ты не ожидаешься? Войди в этот поток. Неважно, как ты выглядишь и как чувствуешь себя. Прыгай в этот поток. Это радость Божьей. Это радость Божьей. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 Субтитры делал 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 DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok